Я научилась много чему. Я начала, ну, научилась почти самостоятельно готовить. Я убиралась. Так же срок годности смотрела в магазинах. Сейчас это похоже на шутку, но всего год назад поход в магазин и приготовление обеда для Аиды было событием из области фантастики. В детском доме, где воспитывается девочка, ежедневные бытовые обязанности ложатся на его сотрудников. 2019 год разделил жизнь подростка на до и после. Почти через теорию шестерок упожатий у Аиды появился старший друг. Разумеется, изменилась жизнь из семьи наставницы Екатерины. Наша дружба с Аидой началась внезапно и неожиданно. У меня есть подруга Света, которая целенаправленно шла в проект, чтобы общаться с ребенком из детского дома. Я ее очень поддерживала. Она делилась со мной, рассказывала о своих начинаниях. И я восхищалась ее поступком всегда. И настал такой момент, это было в августе прошлого года. Я уже собиралась в отпуск, и мне приходит видеообращение. И говорит, и в предыстории видеообращения написано, Катя, мы готовы к любому ответу. На этом видеообращении я увидела, собственно, Аиду. Меня очень впечатлил. Я его не ждала. Была буря эмоций. Но, тем не менее, прошла ночь, и я подумала, почему нет, почему я не могу общаться с ребенком, который сам решился выйти ко мне, попросил. Это была привязанность с первого взгляда. Сначала Аида виделась со своей старшей подругой раз в неделю. Но в этом году Екатерина оформила так называемый гостевой режим. И девочка приехала в Салават на летние каникулы. Время проводят весело. На речке, в парках, за городом. За лето Аида даже научилась водить скутер. Давай я теперь попробую. На сегодняшний день в республике в рамках проекта наставничества создано 98 пар наставник-ребенок. И результат налицо. Дети открываются буквально за несколько встреч. Учатся тому, чему не научит даже самый лучший воспитатель детского дома. Просто потому, что в стенах учреждения взрослый всего один на десяток сверстников. А наставник становится личным проводником в большой мир за пределами детского дома. Вот на данный момент этот проект самый эффективный. Потому что дети, они меняются. Потому что постоянный взрослый, который именно в формате дружбы, который с ним дружит, который помогает показывать мир за пределы детского дома. Ну это дорогого стоит. В этом году проект наставничества готовится к старту в Салавате. Сейчас идет важный этап. Поиск психологов, которые проведут взрослых и детей через сложный период знакомства. Своё резюме специалисты могут отправлять на электронную почту проекта. Также горожане могут стать наставниками и волонтерами проекта в Салавате. Анкету можно заполнить на официальной странице проекта ВКонтакте. Наша задача, чтобы проект вообще реализовался по всей республике. На данный момент мы уже готовы, чтобы проект реализовался в Салавате. Я считаю, что функция наставника, она достаточно многогранна. То есть надо уделить многим вопросам, так скажем, внимания. Но основное, наверное, это как раз-таки помочь ребенку социально адаптироваться. Потому что очень часто даже взрослому человеку в текущем моменте тяжело сделать какие-то начинания. Поговорить, узнать, позвонить, просить, сделать этот шаг. Так скажем, у нас опыт у всех. Опыт у Аида общения с семьей. Опыт у каждого из членов семьи. Наши отношения складываются отлично. Мы друг другу помогаем, мы друг к дружке учимся. Требования для наставников возраста от 24 лет, отсутствие судимости, вредных привычек. А самое главное – желание поделиться своим опытом, теплом и любовью с ребенком из детского дома. Ведь не даром девиз проекта «Человеку нужен человек». Алена Чернова, Эльнур Зейзидинов, телекомпания «Салават».